В своей дипломной работе выпускница архитектурно-строительного института Анна Зуева задумала решить сразу две городские проблемы. Сохранить архитектурное наследие города и подарить губернаторскому оркестру личный концертный зал на 350 мест. Надо лишь отреставрировать здание кинотеатра Родина, приспособив его под филармонию. Мы убираем пристройку, которая у нас стоит на данный момент, и создается общий портал. Помимо этого восстанавливаются карнизы здания, подъемы с визуальными окошками. Не то чтобы Анна в своем проекте совсем убрала пристройку. Она решила поставить ее с задней части здания, выполнив в таком же стиле, как и основной фасад. Там будет административная часть с репетиционным залом и гримерками. Эта идея одна из наименее реальных в проекте выпускницы, считает руководитель диплома Михаил Захаров. Это здание уникальное в своем роде, потому что оно построено по проекту нашего архитектора, в смысле, имеется в виду русского, российского архитектора Виктора Кормыкова. Разумно просто воссоздать это здание, отремонтировать его капитально. На тему интерьеров здания, которое когда-нибудь станет историческим наследием города, думала студентка Орловского художественного училища. Проект фойе второго этажа хореографической школы дипломница выполнила в минимализме. К этому проекту я придумывала стеклянные витрины в виде колонн, которых еще не было реализовано. Это моя задумка. Это акриловое стекло, которое крепится на алюминиевые профили, у которых на разных уровнях находятся полочки, на них стоят награды. Главная цель проекта – сохранить простор, создав ощущение легкости и воздушности, говорит выпускница. Помещение хорошо освещено оконным фасадом, а интерьер выполнен в холодной цветовой гамме с теплыми акцентами на обивке дивана и паркете. Не просто было сказано, какие кресла или какие колонны, какая люстра. Все это уже закуплено. Выпускникам, уже защитившим свои проекты, осталось ждать чуть более недели до вручения дипломов. Воплотятся ли их проекты в жизнь, изменив лицо города, покажет время.